Ничего нет? Еще люди приходили. А, нет. Вам следует? Если не слышно. В принципе, нормально слышно. Он все время не слышит. Он как? Он не всегда хорошо слышит. Да, он был. Да, надо чистить. Надо просто, видимо, опы на него настроить. Это в каком-то системном диапазоне. Ну, знаете что, по моим часам ровно. Давайте мы начнем, если кто-то еще придет. Я все равно всегда начинаю с того, что напоминаю, что было раньше. Потому что такой холод. Наверное, уже с остальными нас ждут. Значит, давайте вспомним, где мы находимся. У нас осталось вот две лекции. И мы подошли, наверное, к самому интересному моменту сейчас. Значит, мы сначала попытались описать жидкость как идеальную, в которой нет трения. И мы получили таким образом, что в ней сохраняется завихренность. Если завихренность была ноль, так она везде ноль и будет. И мы описали потенциальное обтекание тела. Давайте я отпишу это здесь, поскольку это древняя история теперь для нас. Значит, потенциальное обтекание тела. Мы описали шары. Но на самом деле понятно, что на далеких расстояниях от тела любое тело может считаться шаром. Ну, как в электромагнетизме, когда на очень больших расстояниях только главный, так сказать, этот самый мальтиполь виден. Вот. В данном случае мы обнаружили, что это диполь, что поле является дипольным. Скорость побывала под единицей на R кубе. Мы описали инерцию, то есть присоединенную массу к телу, но сила сопротивления была 0. После чего мы с вами ввели силу трения, поняли, что это такое, превратили уравнение Эйлера в уравнение на Вьес-Токса и описали течение, значит, здесь вязкость равна 0. И описали течение в обратном пределе очень большой вязкости, когда ν много больше, и по размерности тот, кто имеет размерность ν, какова размерность сантиметра квадратная на секунду, значит, имеет размерность U, скорость набегающая умножить на R на характерный радиус. Поэтому мы сказали, что вот в таком пределе мы умеем описывать, и это предел, когда у R на ν равняется число Ренольса много меньше единицы. В этом пределе мы получили силу сопротивления. Я напоминаю, она описывалась формулой Стокса. Там 4π, 6π нам сейчас не важно. Что нам важно, что она получилась на самом деле пропорционально ν, ρ, то, что есть эта динамическая вязкость на U и на R. Но, помимо всего прочего, мы говорили, что вообще-то нам интересно, как устроена сила сопротивления, когда число Ренольса большое. В большинстве случаев, которые касаются полётов или плавания, или чего-то, что происходит с достаточно большими телами на достаточно больших скоростях, число Ренольса очень большое. И нам хотелось бы знать, как сила сопротивления ведёт себя с числом Ренольса. Давайте попробуем понять, что мы уже наговорили на эту тему, и где мы находимся в своём... Это просто будут вещи, которые сейчас я начну писать там, не волнуйтесь, я к Ренольс, что я. Но это у нас будет такая точка отсчёта. Значит, сила по размерности должна быть, давление характерное умножить на характерную площадь. Поэтому давайте составим вот такое безразмерное отношение, которое называется коэффициент сопротивления. И, значит, согласно, так сказать, формуле Стокса, если бы мы рассмотрели это дело как функция числа Ренольса на числах Ренольса, которые много меньше единицы, вот здесь, эта формула соответствует тому, что эта зависимость есть единица на число Ренольса. То есть оно, естественно, убывает с числом Ренольса по мере того, как связкость убывает. То есть эта сила может быть написана как единица на Ренольс умножить на Руу квадрат Р квадрат. Ну и поскольку мы, как раз, это отношение силы на вот эту величину здесь, то она ведёт всё. То есть вот эта формула Стокса, она выглядит вот так. Я просто сейчас рисую это в таком виде, в каком оно приведено во всех учебниках, включая Роланда Ауглиршица. И вот нам интересно, каким оно будет на больших Ренольсах. И мы обсудили эту простую идею Ньютона, которая заключается в том, что всякое тело в единицу времени передаёт импульс, равный своей скорости на площади, равном своему сечению. И этот передаваемый импульс в единицу времени и должен быть примерно порядка силы сопротивления. Что означает, что этот самый фактор должен, так сказать, быть чем-то, так сказать, порядка единицы и зависящим уже только от формы тела. И действительно, например, для сферы этот показатель силы сопротивления, который называется drug coefficient, drug – это сила сопротивления, он порядка 0,6, например, для сферы. И более или менее на больших Ренольсах перестаёт зависеть от числа Ренольсов. Иными словами, в пределе, когда вязкость стремится к нулю, мы вовсе не попадаем вот в эту ситуацию, где бы мы ожидали потенциального обтекания, которое соответствует силе сопротивления. То есть ничего такого, чего можно было бы думать, что симптотически мы стремимся к невязкому потенциальному течению, ничего такого нет. Мы ожидаем силу сопротивления вот такой, и она действительно вот такая. И сегодняшняя лекция про то, что мы поймём, что, собственно, происходит. Что когда, формально, посмотрите, вот это самое сюда, число Ренольса – это UR на ню. Когда Ренольс стремится к бесконечности, я могу сказать, не видно, да, в общем, здесь написано определенное число Ренольса. Значит, Ренольс стремится к бесконечности – это вязкость стремиться к нулю. То есть мы устремляем вязкость к нулю. Если бы вязкость была точно ноль, у нас было бы потенциальное обтекание. Но утверждаешь, что когда вязкость очень-очень маленькая, тем не менее её эффект конечен. Сила сопротивления конечна, хотя она от вязкости не зависит, потому что вязкость стремится к нулю. Сегодня мы поймём, в чём дело, а также другая компонента силы нас интересует. Если тело не является симметричным, например, это крыло, то на него, кроме силы, которая действует назад, действует сила, действующая вверх или вниз, в зависимости от того, как вы его с собой вернули. И согласно формулам потенциального обтекания, все силы равны нулю. Первым делом нам нужно всё-таки понять силу сопротивления, потому что мы говорим, ну хорошо, есть какая-то вязкость. Что-то происходит там на теле, вблизи его поверхности, где происходит трение. Но если это что-то происходит в конечной области, я могу отойти очень далеко от моего тела. Издалека любое тело выглядит маленькой сферической частичкой. И тогда должно это обтекание быть потенциальным. Без силы должна быть ноль. Но это не то, что происходит. То, что происходит, называется явление отрыва. Это одно из самых интересных явлений в физике. И оно представляет пример того, что на современном жаргоне теоретической физики называется аномалия. Значит, давайте попробуем, если вы поняли, что происходит на очень маленьких рейнольцах, а именно обтекание стокса, то сначала посмотрим на эту формулу. В этом случае, когда рейнольц является очень маленьким, у нас скорость убывает как единица на r. Помните? Она на самом деле ведет себя, то есть в поле скорости ведет себя как у. Значит, я... Какие обтекания есть в моем теле? На него набегает что-то со скоростью у, его характерный размер r. Значит, вдали от тела все это ведет себя вот так. Да? Значит, это так выглядит решение стокса. Помните, давление было диполем единица на r квадрат. То есть вязкое течение убывает намного медленнее, чем потенциальное, которое убывало единица на r квадрат. Но мы предположили, что рейнольц много меньше единицы везде. Это означает, что член v град v в уравнении, который можно оценить как v это у r на r, градиент v это что будет? Это будет у r на r в квадрате. Так ведет себя с расстоянием вот этот член. Должен быть много меньше, если есть условия маленького рейнольца, чем вязкий член. ню, q, ню, лаплас, q, что можно оценить? Как ню, q, r на r, q. Да? Значит, так, что... А, нет, нет, нет. Это я неправильно написал. Что я неправильно написал? Что вдали от тела v, оно порядка u. Потому что это отличие... Мы же знаем, что вдали от тела поле скорости однородное. Я нахожусь в системе отсчета тела. Так что поле скорости у меня движется вот так. Да? Значит, поэтому производное я должен, конечно, брать от вот этого члена. Это константа, она не зависит. Но когда я беру здесь v, то оно есть просто u. Сейчас меня интересует расстояние большие вдали от тела. И я вижу, что для того, чтобы вот это было много меньше, чем вот этого, необходимо, чтобы r было много меньше, чем ню на u разделить. Правильно? Сюда r, делим. Здесь получается ню разделить на u. Значит, вот этот размер называется размер пограничного слоя. Иногда пишут b, r, boundary layer. Пограничный слой. И это тот характерный размер вокруг тела, на котором вязкость важна. Условие, что ринольдс много меньше единицы, означает, что толщина пограничного слоя много больше, чем размер тела. Это и есть условие, что ринольдс много меньше единицы, потому что ринольдс это u, r на ню много меньше единицы. Или иными словами, r много меньше, чем ню на u размер пограничного слоя. Значит, на другом языке мы можем сказать, что, конечно же, это решение стокса работает только на таких расстояниях. Оно не может так медленно убывание единицы на r, не может тянуться до бесконечности. Вам видно или самое не закрывает? Сейчас я даже ниже посадить не буду. Таким образом мы понимаем, докуда наше решение работает. Это решение работает вот до сюда. И естественно спросить, а что снаружи? Что мы будем снаружи? Иметь это потенциальное обтекание, но тогда я весь это тело вместе с пограничным слоем вокруг него назову новым телом и скажу, что вокруг у меня потенциальное обтекание, и потенциальное обтекание устроено так, что никакого, так сказать, момента импульса там не проходит. Нет никакой силы сопротивления при установившемся движении. Оказывается, совершенно невероятно, что даже снаружи от этого пограничного слоя течение вовсе не является вот таким. Потому что явление отрыва за это отвечает. И вот давайте сейчас обсудим теперь это явление отрыва, и его проще всего понять, рассмотрев даже совсем противоположность большого рейса. Когда пограничный слой очень-очень узкий, перенос большой означает, что размер тела много больше, чем размер пограничного слоя. То есть ли слой вообще такой тоненький вокруг тела? Что же будет снаружи от него? Давайте постараемся понять это качественно, потому что, к сожалению, количество, но до сих пор это никто не умеет описывать. К сожалению, никто не умеет решать аналитические задачи о том, что происходит. Давайте рассмотрим для простоты жизни, опять же, сферу. У нас происходит натекание с постоянной скоростью. Здесь у меня есть точка остановки по симметрии, и тут есть симметричная ей такая же точка. Есть линия топа, которая расщепляется, как бы идущая близкость здесь идет вот так, вот так и вот так. И, соответственно, симметричная ей мусульность. Давайте поймем, что происходит с вот этой вот траекторией. Эта траектория, подходя сюда, очень близка к точке остановки. Вот это точка остановки. Это означает, что в этой месте скорости очень небольшие. Вот тогда, подвернули, здесь должно быть большое давление. Вот в этом месте. Давайте назовем эту точку А, а эту точку мы назовем В. В этом месте скорости самые большие. Наша траектория должна обогнуть вот это вот тело. Здесь она близка к точке остановки, а здесь, наоборот, она движется очень быстро. Потом она опять замедляется, и здесь она опять близка к точке остановки. К точке В. Таким образом, мы можем сказать, что давление в точке А больше, чем давление в точке В. И происходит на самом деле следующее. Частица жидкая, очень медленно движется вот здесь. Потом, когда она здесь, у нее сзади большое давление, а спереди низкое. То есть на нее действует градиент давления, которое ее ускоряет вот сюда. Тут все просто и понятно. Частица отсюда ускоряется сюда. И здесь ее скорость максимальная. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Дальше, когда она движется уже вот здесь. У нее задняя область низкого давления. А здесь у нее область высокого давления. Правда? Поэтому она замедляется. Естественно, она замедляется, чтобы в конце концов ее скорость здесь стала маленькой. То есть она движется против силы, которая ее пытается остановить, и движется она по инерции. Как если бы у меня был шарик, который скатился в лунку, и чтобы потом выкатиться, ему нужно, чтобы у него здесь был запас генетической энергии, достаточно, чтобы поднять его на эту высоту. А что будет, если будет трение? Он не дотянется. Он никогда до туда не докатится и наверх не попадет. Я был маленький, меня старший брат, который в среде ящик окончил, потом подговорил сбежать во враг, и говорит, мы так быстро-быстро пробежим, что потом по инерции забежим наверх. Ну вот он добежал, а я, стало быть, посредине этого склонно застрял, потому что у меня инерции не хватило. Сил в самом времени, видимо, была больше. Понятно, что то же самое должно произойти с жидкой траекторией вот здесь. Наличие трения, пусть даже и небольшого, реально приведет к тому, что у нее не хватит ее кинетической энергии вот отсюда дойти до самой этой точки. И трение станет причиной асимметрии левого и правого. Картинка, которую мы рисовали, вот в этом случае, в случае потенциального питания, и в этом случае очень вязкой жидкости, и та, и другая были на самом деле симметричными. Левое и правое было симметричным. И совершенно понятно, что никакой силы сопротивления невозможно иметь, если эта симметрия сохраняется. Сила сопротивления рассказывает нам, что левое от правого отличается. Левое – это куда мы движемся, а правое – это куда действует сила сопротивления. И вот мы сейчас видим, каким образом вязкость трения приводит к появлению этой асимметрии. Реальная траектория частицы устроена вовсе не так. Когда она движется по своей траектории, то в какой-то момент она встречает отсюда отрицательный градиент давления. Давление здесь больше. Этот градиент давления направлен как-то вот так. и он ее начинает отклонять от своей траектории. И вместо того, чтобы подойти сюда вот так, она начинает уходить. А что здесь с жидкостью происходит? Вехи. А? Образуется вехи. Конечно. Это называется ресиркуляция. Я не знаю, должен быть специальный этот самый на русском языке. А на дискухах? Рециркуляция. То есть табляция. Рециркуляция. На самом деле, ну, может быть, он называется рециркуляция по-русски. Здесь оно течет вот так. Понятно, что рядом с ним оно течет вот так. А здесь давление выше, чем здесь, и оно ускоряет жидкость в этом направлении. Образуется вот такой вид. И симметрично ему здесь вот такой же. Значит, здесь, соответственно, ну, про шарик мы уже вспомнили. Значит, заметьте, что я делаю. В русском языке, ну, сейчас тоже, на самом деле, стало актером популярен. Под английским это называется хендвейвинг. То есть размахивать руками. Я размахиваю руками. Я не пишу формулу, да? Я могу написать несколько формул, но они будут, не будут иметь смысла большего, чем то, что я говорю словами. Потому что реально мы не можем аналитически решить уравнение на вес токса и получить это как аналитическое решение. На компьютере можем, на небольших сравнительных числах вернемся. Вот. Понятно, что будет симметричная хранитка, здесь будет такой же вихарек. И вот эта линия никогда не вернется сюда и не сомкнется, как она была бы в этом. Она, наоборот, начнет уходить все дальше и дальше и дальше. И симметричная ее линия будет вести себя так же. И это место называется след или по-английски wake. Wake – это еще и похороны, поминки. Точнее, в данном случае это означает след. А вот это явление называется явление отрыва. Таким образом, на большом числе рейнольца даже очень тонкий пограничный слой, понимаете, мы рассматриваем большой рейнольц, этот пограничный слой очень тонкий, казалось бы, то, что в нем происходит, пустяки. Но сам факт его наличия приводит к тому, что происходит отрыв, и после этого бесконечная область пространства, ну, мы сейчас говорим об установившемся течении, поэтому, значит, она, конечно, не бесконечная, зависит от того, сколько времени мы движемся. И в конце концов, здесь все затухает из-за вязкости. Но реально происходит то, что в огромной области снаружи у нас движение абсолютно отличается от того, что мы бы ждали, исходя из решения невязкого уровня. И вот это очень поучительная вещь, которая встречала, это, по-видимому, впервые, когда она встретилась в физике. На самом деле, немножко похожие вещи вы изучаете в квантовой механике, когда вы рассматриваете квазиклассическое приближение, и вы говорите, что у меня длина волны на самом деле такая маленькая, а мой потенциал такой медленный, что я могу считать, что это классическая частица. Пока она не подошла к краю, где у нее точка поворота. Помните, там нужно учесть, что на самом деле, там есть фаза, она поворачивается, условия Крамерса, но квантовая механика линейная задача, поэтому, кроме того, что действительно на краю, где частица подходит к стенке, нужно учесть, что она квантовая, в основном, вы можете считать ее квазиклассической, к фазу приближения. Эта задача нелинейная. Нелинейность в этих уравнениях это инерция, это V-Grad-V инерционный член. И вот мы видим, как нетривиально взаимодействуют трение и инерция. Если бы трения не было, движение чисто по инерции было бы единица на р-кубе, сила была бы равна нулю, было бы обычное потенциальное обтекание. Теперь, если бы не было инерции, все опять было бы симметрично, была бы сила стокса, было бы обтекание, где уже диполем была бы не скорость, а давление, тем не менее. И эта сила сопротивления стремилась бы к нулю, когда вязка стремится к нулю. Два фактора, действующих вместе, а именно инерция и трение. Даже при том, что один из них может быть сколь угодно сильнее другого, абсолютно радикально меняют картину. в случае, когда ренольс на теле очень-очень маленький, все равно вы уходите достаточно далеко от тела и инерция начинает играть роль. В этом случае, когда ренольс очень большой и реально вязкость играет роль только в очень маленьком слое вблизи тела, тем не менее этот маленький слой обязательно отрывается и меняет течение во всем пространстве. Теперь спрашивается, а вот здесь может быть хотя бы единицы на Р в кубе? Где вообще можно использовать это замечательное дивное красоте решение? Есть много похожих на него, все полученные из аналогии с электростатикой, потому что на самом деле реально там решается просто уравнение Лаплас равен нулю. Вот спрашивается, но если здесь нет, понятно, что здесь на самом деле все траектории здесь прошли через пограничный слой. Что произошло здесь с ними? С ними произошло следующее. Потенциальное движение вот это, оно соответствовало завихренности равной нулю. Помните, мы говорили, что поскольку все траектории налетают, имея нулевую завихренность, завихренность равна нулю, это означает, что скорость должна быть градиентом такого-то потенциала. Теперь, траектории, которые прошли через пограничный слой, если я посмотрю в микроскоп вот сюда, что я увижу? Я увижу вот такую вот конфигурацию поля скорости возле твердой поверхности. Это значит, что у меня есть Vx и оно есть функция от z. Например, просто kz для простоты жизни. Имеется ли завихренность у такого течения? Давайте вспомним. Завихренность это рота скорости. Например, если я посмотрю на компоненту завихренности в направлении y, она и есть dVx по dZ минус dVz по dX. vz у меня отсутствует, а dVx по dZ в то же си равняется k. Вместе если вы поместите твердую частичку в такую это самое, она будет крутиться. Она будет ехать, она будет крутиться. Понятно, что у нее вот представьте себе этот шарик, у него это движется быстрее, чем это, он будет катиться. Это и есть завихренность. То, что всякий, так сказать, сферический элемент, помимо того, что движется, он локально еще и крутится. Таким образом, вот здесь, конечно, движение потенциальным быть не может, здесь завихренность не равна нулю. Но здесь-то она равна нулю. Правда? Потому что эти все траектории, которые прошли здесь, они не прошли через пограничную слою. спрашиваются, какое же там будет движение? Единица, наверное, там будет потенциальное движение. Только спрашивайте, какое? На этот вопрос можно ответить силой мысли, не делая вычислений. Но можно и сделать влече. А если вот сам шарик будет вращаться, это изменит какую-то картину? Через полчаса у нас начнет вращаться. Давайте не забегать поперед паровоза. А у нас будет вращаться, когда начнем поперечную силу. Тогда нам станет важно, что он вращается. Ну так какие все-таки гипотезы? Может ли то самое решение, на которое мы потратили столько труда, единица на рф-клубе, работает в этом случае? Можно ли? Значит, чтобы понять, может оно или нет, нужно задать себе вопрос, какому мальтиполю оно соответствует. Оно соответствует диполю здесь, и более того, оно такое, что средний поток жидкости через, поскольку это диполи, у него левое и правое одинаковые, сколько втекает, столько вытекает. То есть, это решение, которое, если я возьму сферу вокруг своего тела, да само тело уже не обязано быть сферой, далеко от тела любое будет иметь сферическую симпетрию, в этом смысле аксиальную, то сколько втекает, столько вытекает. А теперь у меня есть след, который левое от правого начинает сильно отвечать. Более того, давайте посмотрим на силу, которая действует на самом деле теперь. Мы теперь хотим сделать вот что. Мы же на самом деле хотим понять причину конечной силы на бесконечно малая вязкость. Теперь мы знаем, чтобы понять эту силу нам нужно принять во внимание, что на самом деле задача существует вслед. Для того, чтобы вычислить силу, мы теперь поступим к следующему опыту. Мы возьмем нет ли ноты сверного? Нет. Ну хорошо. А можно обратно? Да. А что она будет? Она дойдет до какого-то минимума и потом вверх пойдет? Что его заставит вверх подниматься? Почему она не судится куда-то? Она на самом деле в зависимости от того, как сказать, какой... Давайте мы это обсудим через 10 миров. Мы подробно обсудим, что с ним происходит по мере этого самого числа Ариен Ольс. И у меня есть очень красивые картинки, так сказать, в курсе. Я, кстати, до сих пор никак деканат не могу передать, но я кому-то уже его дал, значит, можно было посмотреть на картинку. Давайте сейчас все-таки проделаем вот что. Свяжем силу, действующую на тело, с сечением вдали от него. Давайте возьмем такую поверхность, типичный фокус имени Ландау, между прочим, и рассмотрим импульс, втекающий и вытекающий через эту поверхность. И тогда разница между импульсом, втекающим и вытекающим, тут уже без дураков, импульс, возле импульс, неважно, что втекло, что вытекло, разница должна давать нам это самое, то есть, силу, действующую на тело, так? Давайте мы это напишем вот так, что, значит, почему мы перестаем а, мы сегодня рассказываем про какую-то ватность, которую я перевернула. Вот. Значит, давайте мы напишем вот так, что компонента с силой номер И, она должна быть интегралом по вот этой замкнутой поверхности, записанной вот так, от потока импульса ИКТ, который у нас там стоит, ДФКТ, по всем этим самым, вот, значит, теперь мы предполагаем, что все стационарно, вот оно так течет, течет, это самое давно, и, значит, мы хотим посчитать, давайте его напишем аккуратненько, значит, у меня есть давление, которое, я напишу так, давление вдали и плюс какое-то изменение давления, связанного с течением на дельта ИКТ, вот, и плюс РОВН, я напишу так, У, я ищу скорость в виде У плюс В, то есть В у меня будет, это отличие от К, УКТ плюс ВКТ, и все это интеграл ДФКТ, вот, значит, вот я написал, и теперь я предполагаю, что В, это то маленькое отличие, которое много меньше, конечно, так сказать, однородная, несколько, это однородная скорость, вот это вот, У, а В, это от нее отличие, так что полная скорость это У плюс В, да, значит, чего я знаю, я знаю, что полный интеграл от ВКТ ДФКТ, это просто сохранение массы, и, конечно, так сказать, оно у меня должно равняться это самое нулю, то есть нормальная компонента ВКТ, то есть здесь это будет это самое нормальное такая, здесь это будет нормальное такая, если я проинтегрирую нормальную компоненту по всей поверхности, то, конечно же, у меня это самое, вот, давайте вычислим, и дальше, поскольку я предполагаю, что это вот так, то у меня главное здесь Останется следующая члена это и, конечно, верхняя и нижняя сократят друг друга, поскольку у меня есть полная симметрия верха и низа, у меня нет симметрии теперь левого и правого, поэтому у меня останется разница между, давайте я назову это Х, а это Х0, и это ось Х у меня будет, а это ось Игрек, и тогда у меня здесь будет интеграл, двойной интеграл, то есть под Игрек и по З, на Х минус такой же интеграл на Х0, а это я вычисляю, весь интеграл, главные члены будут, конечно, П0 даст мне нулевой интеграл, потому что константа, проинтегрированная по замкнутому контуру, она дает 0, а значит, тут у меня будет Пш, а тут у меня константа, которая У тоже даст 0, это просто У же, это константный вектор, вот, выкатая даст мне 0 в силу сохранения массы, и то, что у меня здесь останется, РО У В И, то есть, если меня интересует сила в направлении И, то меня мне нужно проинтегрировать скорость в этом направлении и давление, теперь, если бы у меня все было потенциально, то выполнялась бы теорема Бернолли, которая мне говорит о том, что П 0 плюс РО квадрат пополам, это то, что далеко на бесконечности слева, вот здесь от тела, нужно равняться П0 плюс Пштрих плюс РО У плюс В пополам, что есть, поскольку мы предполагаем, что В много меньше У, то мы можем пренебреть членами квадратичными ПВ, и это есть просто П0 плюс Пштрих плюс РО Ю В. Таким образом, мы видим, что для потенциального течения комбинация, которая здесь стоит, тождественно, на равна 0. Но мы это и так, впрочем, знаем, что для потенциального течения не было бы никакой силы. Таким образом, сила возникает, как мы предполагали, от того, что, по крайней мере, на этой поверхности вот здесь есть область течения, которая не потенциальна. Поэтому на самом деле, конечно же, наша сила определяется только интегралом по области следа. След это то место, та часть течения, где существует заметность для течения не потенциальна. А вне следа этот интеграл полностью обращается в ноль, и поэтому любая сила, она есть интеграл по поверхности следа. Давайте напишем NX, которая есть сила сопротивления, X-овая компонента силы, это сила сопротивления, и она есть просто минус, ρ, U, этого нету, след есть только здесь, здесь стоит минус, и здесь, давайте я напишу это самое след, и интеграл происходит соответственно по DY, по Z, то есть по вот этому вот куску, при данном X, я интегрирую по DY, по Z, по этой площадке, которая есть поверхность следа, а что я должен проинтегрировать, я должен проинтегрировать VX. Теперь, конечно же, этот интеграл не должен зависеть от того, на каком расстоянии X я беру свою площадку. Эта же сила, действующая на тело, она, конечно, не зависит от того, на каком X я беру этот интеграл. Что мне говорит, что вот этот интеграл, а что здесь стоит Z? Если я возьму ROV, умножено вот это вот, это дефицит расхода жидкости. Это показывает мне, что из-за того, что у меня есть тело, здесь протекает меньше жидкости сквозь единицу, чем вот здесь. И понятно, почему, потому что мое тело экранирует. И это ровно и приходит, и приводит к существованию силы. Тело оставляет за собой след, и в этом следе движение, немножечко больше туда. То есть скорость, которая далеко от тела равняется U везде здесь, здесь она есть U плюс V, и V это на самом деле отрицательное. Так что сила, конечно же, положительная, она действует вправо. Да? Но то, что здесь стоит, это есть расход жидкости в единицу времени. То есть, грубо говоря, в единицу времени у меня есть дефицит протекания. Но ведь в целом же жидкость никуда не девается. Это означает, что интеграл по вот этому всему остальному, которая потенциальная часть, должен компенсировать вот это. Но это означает, что поток через эту поверхность не должен зависеть от размера поверхности, потому что он должен скомпенсировать дефицит вот этот интеграл. Да? Который не зависит от того, на каком месте я поставлю эту границу. Это простое, но немножечко громоздкое рассуждение. Если вам оно непонятно, попросите, я расскажу его еще раз. Я очень хочу, чтобы вы его поняли. Оно невероятно простое, его результат невероятно драматический. Он мне говорит, что поле скорости вот здесь должно убывать как единица на r квадрат, чтобы поток не зависел от размера поверхности, а не единица на r в кубе, как было раньше. Иными словами, мое решение из диполя стало зарядом. Заряд это поток по деревне Гаусса. Диполь это нулевой поток. Сколько втекает слева, столько вытекает справа. Вот что такое диполь. Внутри нет заряда. Есть только диполь. Столько плюсов, сколько и минусов. Теперь у нас есть заряд. Роль заряда здесь играет поток. У меня имеется поток массы, которая здесь втекает, а тут вытекает. С точки зрения того, как если бы не было тела. Если бы не было тела, и я бы отнял вот эту вот у константу, то у меня было бы все абсолютно равномерно. Вдали от тела 0. Теперь не 0. Теперь у меня, независимо, на каком далеком расстоянии от тела я рассматриваю этот след, у меня есть дефицит втекания. Меньше протекает туда. Это означает, что тут должно больше, чтобы в целом получилось то же самое. И в результате мы видим следующее драматическое подтверждение, что взаимодействие двух эффектов инерции и трения даже в пределе чрезвычайно маленького трения создает бесконечно большую область позади тела, которая называется следом, в котором движение не потенциально. Во всем остальном пространстве движение потенциально, но оно тоже полностью другое. Это потенциальные движения другого совершенно характера единицы на Р квадрат, а не единица на Р квадрат. То есть исчезающая малая вязкость, и это на самом деле то, что называется аномалией на языке современной физики, а именно исчезающий малый эффект приводит к макроскопическим изменениям во всем пространстве. Причина этого, как правило, что уравнение нелинейное, это означает, что нет никакой суперпозиции. Понимаете? В линейных системах, в линейных задачах типа электромагнетизма или квантовой механики существует принцип суперпозиции. Когда вас интересуют два разных механизма, они просто, так сказать, накладываются друг на друга. Ага, вот сейчас звонок, да? Здесь нелинейная задача, и поэтому суперпозиции нет. Сделаем перерыв. Угу. Ну, да. Давайте сделаем 5 минут перерыв. Вы занимаетесь компьютерным мобиллезом в оперативном макроскопическом? Я сам нет. Я такой, это сам, крючки, потому что на вагере, но я работаю с ним, это перерыв занимаюсь довольно много. Я работаю... Я начинаю, меня вот интересует, в каком пакете это лучше делать. Это вы не меня спрашиваете. Так, готово. Вынимаю. Это свой. Где же логичный, в принципе, не будет же, выказанного. Выказанное. Сколько раз ты времени? Все, пару минут. Все-таки... Я задумал, что там... Да, это уже с удовольствием. А, короче. Это не в состоянии до сферы, а в состоянии до... Восточной. Восточной. Планет оси. Да. Водебрянки. Четыре, спустя. Что? Нет, нет, нет. Тей-Кей-Кул. А, нет. Кто тоже? Кингслон. А, в Восточку. У меня основа Кингслон. Ну, это ваш вопрос. Хорошо. А еще нам еще надо. Флюид Наталья Шортова. Ну, азараса. Попробую писать свои тексты. И, в общем, языком я владею, это, в общем, не переводчиками хочется заказывать. С другой стороны, времени это занимает невероятное количество. Даже уже с латеховским файлом, которым я все формулы купил, написать... Ну, я начинаю писать, я понимаю, что по-русски это не так, надо говорить вообще. И, а, как бы, возвращаемся в свое, как бы, русское состояние, я начинаю просто нафиг все переписывать мужсками. В общем, это может занять, я не знаю, полгода, может, год. А английская будет маленькая. Ну, сразу на окошке родятся, так сразу чуть не бывает. На русском... Есть, я так скажу. Значит, конечно, русская традиция такая, что писать надо тяжело, и чтоб студенту жизнь рядом не казалось. Поэтому книжки, которые написаны сразу по-русски, они довольно трудные. Они, на самом деле, очень хорошие. Когда уже... Ну, для первого знакомства, для курса молодого бойца они плохо годятся. Есть английские книжки, это самое. Я уверен, что они переведены на русский. Я ими не пользовался, когда я был в России, но, значит, лучшее из них... Это, пожалуй... Она, хотя написано немножечко для математиков, это самое. Это Ачисон. По-английски это пишется так. Я уверен, что она переведена. Она оксфордская. Вот. Есть три там. Я тоже думаю, что она переведена. Это такая более для физиков. Тут больше формул, но она короче в два раза. Тут меньше формул, много шокинных, экспериментов. Вот. Ландау очень хорошая книжка, но она трудная и очень большая. Поэтому Ландау, конечно, не первое знакомство. Ну, два часа, не три там. Ну, и моя книжка будет лучше всех, но она пока что... Ее, собственно, потому и так и издают, что, на самом деле, нет хорошего короткого курса гидродинамику. Вот. Есть большие, длинные, хорошие книжки и... Хорошо. Значит, давайте вернемся к делу. Значит, мы с вами обсудили, значит, силу сопротивления. Мы поняли, что сам факт наличия силы сопротивления приводит к тому, что течение меняется во всем пространстве. Теперь давайте обсудим еще вот на этой же картинке подъемную силу. Это сила, которая перпендикулярна к движению. Конечно, если у меня есть сфера, то никакой подъемной силы нету в силу полной симметрии вверх и внизу. Однако, представим себе, что на самом деле тело, которое я обтекаю, оно обладает этой симметрией нарушенной, например, когда что-нибудь типа крыла, то есть нечто, имеющее какую-нибудь вот такую форму, и тогда понятно, что у него должна быть сила, действующая на него, куда, кстати говоря? Вверх. Вверх. Почему? Скорость больше. Скорость больше. Скорость больше там. Потому что на самом деле грубое объяснение всегда самое правильное. Потому что скорость здесь больше. Оно, это объяснение настолько грубое, что человек, который его делает, должен, как сказать, остановиться. Знаете, Мандельштадт говорит, что вот, когда говоришь солнце, то умственно совершаешь путешествия нейральной длины. Но этого никто не замечает, кроме поэтов, которые тебя встряхивают посредине этого слова. Так вот, в этом размножении умственно предполагается, что у меня есть две траектории подходящие, они расщепляются, это идет здесь, это идет здесь, а потом тут они соединяются. И поэтому, поскольку у этой пульт длиннее, то у нее скорость больше. Ответ, нифига они тут не соединяются, ничего подобного. Они на самом деле сдвинуты друг по отношению другого. Поэтому все это не так просто. Но базисно, конечно, объяснение такое, что здесь эта самая скорость выше. Давайте напишем, в деле, формулу для этого дела и аккуратно получим выражение для силы, для подвелной силы. Давайте напишем Fy которая в соответствии с общей формулой должна быть эта самая, поскольку, еще раз заметьте, у нас была общая формула для вот этого. Значит, мы обсудили, что для потенциального течения F' в точности равняется минус ρUV в силу вот этого вот закона равенства, который, кстати, не было на перемене, правильно сказано, я его написал, забывал, это сам один член, так что, если это сокращается с вот этим, F0 сокращается с F0, и у меня остается, что вот это на потенциальном течении равно вот этому. А в следе, на самом деле, V, то есть, отличие скорости от U, оно намного больше, чем снаружи следа, поэтому в следе ρUV на U много больше V. И давлением можно пренебречь, изменением давления, изменением давления, вследствие обтекания, и поэтому формула сюда входит только V. И то же самое будет для поперечной этой самой, вот, которая, давайте мы ее напишем так, что она будет определяться интегралом от ρUV, вообще константами мы их напишем снаружи, вот VY, DY, DZ. Да? Значит, теперь, то есть, грубо говоря, чтобы получить компоненту X, в этом направлении нужно проинтегрировать скорость VX, чтобы получить в том направлении, нужно проинтегрировать компоненту VY. Да? Значит, мы это дело, опять же, для удобства напишем, так как мы писали там, что это есть на самом деле интеграл по X нот, то есть, по вот этой линии, вот, минус интеграл по вот этой линии, вот VY, да? То есть, еще раз, что мы делаем? вот у меня есть VY. Мы вычисляем ее интеграл по вот этой поверхности. Так? И вычитаем ее интеграл по вот этой поверхности. То есть, здесь мы вычисляем интеграл в этом направлении, скажем, а здесь мы вычисляем его в этом направлении. Ну, уже VY какая есть? Где она вверг, где вниз, неважно, какая есть. Давайте добавим еще два вот этих интеграла, которые, мы знаем, конечно, равны нулю. Вот. А тем не менее, мы тогда получим следующий ответ что подъемная сила есть интеграл по контуру от VLDL то есть у меня вот есть этот контур у меня был так и так я взял и добавил таких интегралов которые на самом деле равны нулю и я их добавил и получил что я могу выразить свою подъемную силу через интеграл по контуру значит вот эта формула она простая ее очень хорошо бы запомнить она опять нам снова напоминает что интеграл циркуляции скорости по контуру равна потоку завихренности через этот контур как всегда потеряем из токса интеграл от вектора по контуру равен потоку его ротора через сечение этого контура для потенциального течения это конечно же было равно нулю это еще раз нам говорит что должна появиться завихренность чтобы в задаче возникла сила в частности поток этой завихренности определяет нам эту подъемную силу и тогда сразу возникает простая мысль которую уже задавали тут некоторое время назад так а может завращать если нам нужна завихренность может нам ничего и не надо а просто взять его и закрутить ну и всяких кто играл в футбол или в тенис или вообще так сказать запускал мячик куда-нибудь знает что да так оно и есть если тело летит и оно при этом вращается представим себе шарик который летит и вращается вокруг него появляется теперь не нулевая циркуляция даже безо всякого следа здесь нам нужен был след поскольку ничего нигде не крутилось и циркуляция появлялась от того опять же циркуляция появляется от асимметрии этого и этого кстати говоря для крыла след невероятно узкий математики которые рассматривают длинные крылья и превращать эту задачу в двумерную решать эту задачу методами комплексного анализа рассматривая это просто как разрез в комплексной плоскости ну потому что это разрез так сказать здесь у меня потенциально здесь потенциально здесь не потенциально но можно считать что тут просто разрез у которого есть скачок то есть разница между верхним и нижним берегом есть очень красивая ТФКП связанная с этим делом так но теперь если у меня есть вращающееся тело то без всякого следа у меня появляется циркуляция которая должна приводить к движению к силе действующей поперек то есть поперек скорость куда будет направлено силу вверх вверх конечно понятно что здесь воздух который обтекает наше тело еще ускоряется самим шариком и движется быстрее то есть реально траектории частиц воздуха то будут вот такие тоже как-то используется но намного меньше здесь скорость намного больше чем здесь и соответственно значит давление здесь меньше и там будут двигаться вверх а Джи Джи Томпсон который открыл электрон это сила называется сила Магнуса ее придумал и открыл Магнус а Джи Джи Томпсон по этому поводу сказал the ball follows its nose и мне это очень помогает то есть если я представлю что это такая морда с носиком то при вращении нос поворачивается сюда вот он так движется и нос поворачивается сюда и он следует за своим носом то есть он и двигается вот туда то есть траектория шара будет вот такая то есть его нос будет поворачиваться сюда и он будет следовать за своим носом ну не знаю помогает вам это или нет вы можете так сказать Джи Джи Томпсон который электрон открыл а как он сказал по-русски? он сказал это по-английски the ball follows its nose если угодно переводите это дело я это перевожу что этот самый значит мячик следует за своим носом вот или его ведут за нос ну я не знаю в этом так сказать красота что может быть как ему нравится значит и конечно же этим пользуются все игроки так сказать там в футбол и в теннис и так далее и конечно мы все знаем что так сказать ударяя по мячу и подкручивая его туда он будет уходить туда значит мы можем оценить силу как бы мы оценили подъемную силу но она не обязательно подъемная например может говоряться по горизонтали но все равно она называется подъемной силой то есть то что действует поперек движения если у нас есть движение со скоростью у и вращение со скоростью омега тело с радиусом r как бы мы оценили силу действующую поперек движения она должна быть пропорционально циркуляции или иными словами она точно так же можно ее в простоте оценить исходя из разности давлений здесь и здесь можно сказать что здесь скорость омега арт плюс омега это частота вращения единицы на секунду угловая скорость это угловая скорость вращения это скорость поверхности шарика здесь она будет плюс у да и это нам даст давление оценку для давления это самое а там будет минус у понятно что у квадратные члены вылетят там минус а пополам пополам и это нам даст тро ю омега арт да вот еще на 2 на 2 не на 2 каждый из них был пополам а это 2 да еще на 2 правильно на 2 надо да вот значит это оценка у меня есть задачка в курсе значит посвященная роберто карлосу про то значит что вот с 30 метров пробивается штрафной скорость 30 метров в секунду вращение такое то по правилам фифа футбольный мяч там 30 60 грамм вот и значит посчитать значит под каким углом надо его отправить чтобы обойти стенку вот значит на самом деле вот на даже не очень больших так сказать скоростях вращения а смещение значит на 30 метрах 3-4 метра совершенно спокойно можно сделать ну мы все это знаем в принципе из футбольных кто играет в футбол тем не менее любопытно что значит можно это дело получить вот теперь значит еще одна интересная вещь и ну опять я не знаю тут много футболистов или мы можем пропустить футбол и например проговорить про яхты вот про яхты интереснее а можно можно как-то только далеко за пределы того о чем мы говорим давайте я лучше скажу два слова про серф или про яхту значит кажется кто хотел на серфе знает что начинать лучше всего так как кстати встать поперек ветра да значит давайте о чем мы говорим вот я хочу чтобы вы понимали что на самом деле речь идет о силе сопротивления и о силе и определенной силе значит предложим у нас дует ветер вот в этом направлении так значит так учат на самом первом уроке этих самых значит доска должна быть поставлена вот так в случае что такое доска с точки зрения физики самое главное что у нее есть это киль то есть у нее есть вот такая пластина уходящая в воду и парус как надо поставить парус по ветру под углом чтобы она прокинулась под углом наверное под 45 градусов как учат тренеры самая эффективная постановка паруса для разгона это позволяет двигаться в принципе быстрее скорости ветра а если вы поставите парус так что у вас ветер будет сзади по определению вы не можете двигаться быстрее скорости ветра потому что тогда момент когда у вас есть скорость ветра и скорость парус совпадают сила равна нулю в такой ситуации у вас всегда действует сила теперь что такое на самом деле вот это самая сила подъемная сила или или сила магнуса на нее ведь можно посмотреть вот так давайте опять посмотрим что это циркуляция нам говорит если я посмотрю на это дело далеко от тела то мое движение изменило свое направление где-то здесь далеко оно движется под каким-то углом и изменение импульса моей жидкости его вот такой компоненты и есть сила действующая на тело иными словами если вы хотите чтобы на вас действовала сила 5-5 градусов нужно отклонить поток жидкости в данном случае поток ветра поэтому что происходит здесь значит ветер приходит вот так и уходит вдоль паруса куда действует сила перпендикулярно парусу почему мы ставим так чтобы максимизировать это отклонение теперь мы не можем двигаться в этом направлении потому что у нас есть киль который на самом деле создает силу которая действует на киль и при этом если я возьму эти две силы приложу их в одном месте то у меня равнодействующая сила она будет высоко заметьте мне совершенно необходимо чтобы моя равнодействующая не было направлено в точности по килью это тоже важное замечание которое всякие яхтсмен знают она должна быть хоть немножко да направлена вот так потому что если сила будет параллельно килью то на киль не будет действовать никакой силы он очень узкий все что на него действует это то что имеет поперечную к нему компоненту вот такую да поэтому реально движение доски яхты корабля происходит вот как киль парус это сила перпендикулярно парусу это сила действовать на киль это их равнодействую на самом деле это их равнодействующая она всегда должна быть направлена немножко вправо при этом вы когда начинаете ускоряться все что вам нужно делать это сохранять скорость ветра перпендикулярной к парусу в системе отсчета доски или яхты да конечно когда у вас появляется такая скорость то ветер с вашей точки зрения уже движется не так а вот так и вы должны поворачивать парус и это ровно то что делают серферы которые с парусом гоняют они ускоряясь немножечко если им скажем надо куда-то то они конечно поворачивают и при этом теряют эффективность но если цель разогнаться как можно сильнее то нужно держать парус перпендикулярный ветру своей собственной скорости отсчета и после этого все что определяет ограничивать вашу скорость будет сила сопротивления и больше ничего парус продолжает работать все время и это принципиально отличает эту ситуацию когда вы становитесь спиной к ветру и по мере ускорения парус перестает работать потому что относительная скорость между парусом и ветром уменьшается понимаете теперь сила определяется тем что ветер перпендикулярен к парусу вот и в принципе при хороших досках при узких келях и когда она не глубоко это самое сидит можно разогнаться до скорости существенно превышающей скорости понятно вот это вот взаимодействие между давайте то есть я это самое более менее описал вам обтекание тела на этот момент я закончу с обтеканием тела и мы перейдем к следующим вопросам давайте еще раз почему сила должна быть чуть-чуть под углом по-моему я так не понял потому что если у вас кель он очень узкий поэтому если вы движетесь ровно в направлении в котором смотрит кель то есть если у вас сила которая вас толкает она вас толкает вдоль келя кель никакой после этого не оказывает силы понимаете чуть-чуть под углом тогда потому что опять же давайте давайте это поглядим на это с той же точки зрения вода приходит на кель встаньте в систему отсчета яхты вода приходит на кель с направления его движения а уходит вдоль келя сила которая действует на этот есть угол отклонения воды течением воды поэтому она должна прийти под углом чтобы создать вот такую компоненту уравновесить эту компоненту встанете на доску или там на яхту вспомните это дело вот это удивительно помогает я сам не большой яхтсмен мне больше нравится лютар но это самое люди с которыми я разговариваю когда узнают где-нибудь в бане сидишь особенно в приморском городе и говорят о ты профессор физики слушай у меня на яхте можно говорить весь вечер потому что на самом деле во первых эти люди довольно много знают физику многие вещи интуитивно многие вещи действительно читали они всегда бесконечно готовы узнавать и понимать еще и еще это очень очень богатая система хорошо значит мы закончили с обтеканиями и теперь я хочу сказать вам несколько слов про явление противоположное явлению отрыва а именно значит не соединение а в смысле не отрыв а соединение значит подмысль называется attachment jet attachment я думаю что по-русски это называется соединение струй но на самом деле куда более это известно в понятии кумулятивная струя и это история это самая про битву на курской дуге и прочие вещи происходившие после 42 года значит это интересная история и на самом деле физика в ней не очень сложна значит сначала давайте поговорим вот о чем о том какую роль играет вязкость опять физика которую я вам рассказываю как можно показаться байки но на самом деле я вам все время пытаюсь научить вас про то как взаимодействует инерция и трение вот и что более-менее главная история и тема и вредная давайте рассмотрим струю да струя джет вот она течет в ней по-моему я в этом месте обозначал уже это Ю вместо В что очень характерно смена обозначений вот может быть лучше все-таки называть это как мне так где это да это у меня на самом деле было поэтому я это и называл вот да хорошо ну давайте все-таки это самое назовем назовем это вот значит у меня есть скорость скорость это функция кардинат так и если я возьму и проинтегрирую значит саму эту скорость по так сказать опять y x z я проинтегрирую по dx dz ну или как мы говорим проинтегрирую по df по так сказать поверхности вот такой мне интересно сколько проходит через сечение то это будет объем жидкости проходящий через сечение да если я умножу его еще на v то это будет поток импульса через сечение а если я умножу его на v квадрат то это будет поток генетической энергии через сечение моей струи так значит что я могу сказать значит если бы все было идеально то так сказать все бы сохранялось теперь я знаю что если у меня есть трение то есть моя струя трется об окрестную жидкость то у меня импульс конечно сохраняется в этом весь смысл трения что это из просто передачи импульса от слоя к слою а энергия конечно теряется это означает что если меня интересует d по d x от потока энергии то он должен быть отрицательным да если меня интересует d по d x от потока импульса то он должен быть равен нулю что это означает с точки зрения изменения потока масс по мере движения есть какая-то красивая математическая теорема я не помню как она называется но здравого смысла в принципе должно быть достаточно значит как любят говорить максимальски у меня есть первый момент второй момент и третий момент некоторой функции проинтегрированы по некоторому интервалу третий момент убывает второй момент не меняется что можно сказать про первый момент без чего а? возрастает так это от фонаря даже не думают надо еще раз я вам это говорю надо тренироваться в том чтобы давать ответы сразу от фонаря вот как говорят животом потому что это тренирует интуицию невозможно всегда все продумывать и со временем нужно научиться какие-то вещи чувствовать животом нет никакого способа научиться как все время это делать достаточно часто вообще невозможно ничему научиться не делая делая это вы будете регулярно ошибаться будете ошибаться, а потом умом будете продумать и говорить, а я ошибся вот почему и вот потому и так вы постепенно научитесь потому что в общем-то физики, ну все в принципе люди думают какими-то кусочками конструкции, которые они не продумывают каждый раз они у тебя уже внутри, а потом ты из них строишь сложные конструкции конечно это положительно, на самом деле если угодно, математическая теорема она такая, рассмотрим в R степени ИЛ, интеграл по ДФ назовем это И от Л давайте рассмотрим И как функцию от Л, как непрерывную функцию, ну здесь Л может быть непрерывный параметр, да? Я знаю, что здесь она 0, я знаю, что здесь она отрицательна, но понятно, что здесь она должна быть положена на 1, 2 я не шучу из этого сделать строгое физическое договорство кому не лень потратить там, я не знаю, 40 минут и перевести это на математический язык, так это вполне, так сказать, строгая мысль у меня есть непрерывная функция, конечно, непрерывная функция своего аргумента, ну там она в этом месте нет никакого обмана что это нам говорит? нам говорит, что вода все время втягивается в струю в ней массы становится все больше вот, наверное, это должно называться вовлечением но в том числе называется энтрейнминг 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 как бы трейнг как поезд трейнг вот и оно немедленно объясняет много чего, в частности, действия кумулятивных снарядов и много другую интересную физику а именно значит если у вас есть струя то она втягивает в себя воду как мы уже сейчас обсудили вы представьте себе что со стороны от нее ситуация несимметрична у вас есть, например, скажем вот такая вот геометрия у вас есть дырка из нее вытекает струя а здесь у вас есть твердая поверхность например что у вас происходят со струей которая тесет вот так она будет сужаться потом а? сузится немного на 0,62 да, она сузится на 0,62 а потом меня интересует она будет прямо течь притянется и приведет правильно почему? ну от фонаря от метра там станет меньше давления не, нет крышу арбузы кидали в детстве а они к окнам притягивали отчасти но, конечно, на самом деле это все-таки немножко другое явление значит все-таки не буду преувеличивать моя цель, так сказать вас научить еще и в том а не только а не только ляпать это самое от фонаря тем не менее значит понятно что когда она распространяется она расширяется расширяется она за счет того что втягивает в себя жидкость с двух сторон теперь с этой стороны она втягивает меньше жидкости просто потому что здесь стенка ограничивает движение значит она втягивает больше жидкости с этой стороны значит она начнет поворачиваться в самом деле её ширина и то, что через пройдет через некоторое время естественно чем ближе она к стене тем этот эффект сильнее разница между её этим краем и этим сильнее потому что тем меньше жидкости она втягивает с этой стороны и она в какой-то момент начинает идти вдоль стенку есть разные струи можете поэкспериментировать вот так это работает теперь представим себе другую ситуацию что на самом деле здесь у меня была не стенка а другая струя и совершенно понятно что то же самое должно происходить то есть две струи распространяющиеся пусть даже сначала параллельными курсами начнут конечно же притягиваться и сливаются в одну и ту же струю удивительно значит вот явление отрыва которое я вам описал все-таки стоит это самое два основа сказать чтобы вы примерно представляли значит придумал прант такой немецкий физик который оказал довольно большое влияние на русских это самое в 1905 году а вот это явление по-настоящему было понято и немедленно использовано ну поскольку война была надо было быстро думать значит в 1942 году значит значит Дмитрий Александрович Молаврентьевен в России и Джеффри Тейлор в Англии а немцы не придумали вот а мысль была такая значит давайте сделаем внутри снаряда совершенно неожиданную странную вещь внутри снаряда внутри снаряда вот у меня есть снаряд это на самом деле такая куча взрывчатки давайте в этом снаряде сделаем пустую полость коническую тут взрывчатка и тут взрывчатка и тут взрывчатка и тут взрывчатка а тут пустая полость вот ну это пустая полость ограничена таким довольно тоненьким из жести сделанным ну и нет потом стали делать из других металлов вот я сейчас уже уже не помню из каких металлов они делают сейчас это в этот раз мой сын который в танках вот этих самых служил он он знает это дело лучше значит из чего сейчас делают российские противотанки ракеты называемые корнетами значит ну мысль такая значит берется тонкий металлический конус и им ограничена пустая поверхность вот здесь пусть еще взрывчатка взрывается ну она тут без них да она взрывается и создает такие температуры и давления что металл умеренно превращается в жидкость вот скорости такие что числа ренольца очень велики практически это идеальная жидкость то есть реальная мягкость она очень маленькая и то что образуется образуется то что это жидкость ну она конечно движется вот так он начинает сжиматься но при этом в его собственной системе отсчета у меня образуются две жидких струи которые вот так вот сливаются друг с другом и описание это все на самом деле значит то что получается получается вот такая и вот такая устроена это геометрия и оказывается что по мере это все все конечно движется как сказать туда но в системе что-то конуса все устроено вот так эта точка стоит сюда в нее втекает металл жидкий металл а отсюда вытекает очень тонкая струя этого же самого жидкого металла в результате энергия моей взрывчатки оказывается сфокусированным в очень-очень узком очень-очень узкой струе которая несет совершенно невероятную плотность кинетической энергии и она пробивает любую броню после того как она пробивает эту броню она начинает расширяться там что тоже имеет печальные последствия для тех кто там находится но принципиально является то что идея что нужно сконцентрировать взрывчатку в каком-то узком месте была достигнута с помощью механизма который есть сливание струй и математика довольно непривиальная которая была сделана этими двумя людьми и она была сделана очень вовремя вот теперь значит сколько у нас еще времени примерно пять минут я хочу вам 5 или 7 пока не придут теперь я вам хочу на самом деле остаток этого времени вы тратим то что я обещал а именно что мы от мы с вами обсудили обтекание тела на очень маленьких рейнольсах и на очень больших я хотел с этим закончить но видишь что у меня есть время я на самом деле хочу немножко рассказать что происходит по дороге это на самом деле довольно интересно и вообще большая жизнь большая жизни происходит никогда не в предельных случаях а между ними вот значит когда рейнольс очень-очень маленький у нас имеется вязкое обтекание в духе 100 примерно на рейнольса порядка четырех образуется первое отрывание если я могу набрать в конкретных числах я помню сейчас говорю эти числа для не для сферы для цилиндра то есть считать что цилиндр он обтекается потом когда у вас рейнольдси там десятки сотни у вас образуется следующая вещь которая называется здесь можно путь она называется цепочка кармана что происходит эти вихри стоят здесь на малых рейнольсах когда возрастает число рейнольдса движение жидкости становится таким быстрым что эти вихри начинают отрываться и уходить вместе с течением но все время механизм о котором мы говорили а именно то что давление здесь больше чем давление здесь он работает поэтому новые ветви все время генерятся это сотни так сказать там десятки это на самом деле дорожка кармана она существует в очень широком интервале чисел рейнольдса она видоизменяется фон карман а по этому поводу рассказывает очень забавную историю которая я очень веселился когда первый раз и прочитал если он карман был аспирантом у пранк для в лаборатории как вы догадываетесь все великие вещи делали в геотингене и занимался всем другими вещами но в конце концов открыл вот это а прантель пытался хорошо измерить силу сопротивления то чем мы говорили ему хотелось измерить вот эту вот самую константу и у него был такой значит немецкий такой мастер который полировал цилиндр он его хотел отполировать до совершенно чтобы точно было понятно что происходит обтекание идеального цилиндра при этом на низких рейнольдс сила сопротивления существовал на рейнольдсах более высоких измерения все время показывали какие-то странные пульсации и вибрации и прантель был уверен как и его не очень смышленый мастер что это связано с тем что цилиндр просто плохо отполирован и они месяцами полировали цилиндр и как он рассказывает каждое утро приходя в лабораторию карман спрашивал пульсирует что этот значит мастер только так сказать и после того как карман открыл это явление стало понятно что и должно пульсировать что каждый раз когда отрывался вихрь происходило пульсация давления потом отрывался следующий мир очень форка фон карман этот человек который создал американского аэродинамическую промышленность а не немецкая значит что происходит дальше 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 на еще более высоких рейнольдсов сотни приближающихся тысячам этот след начинает значит становиться турбулентным и это то о чем мы будем говорить следующие следующие лекции то есть у него появляется сложная давайте я напишу здесь рейнольдс больше чем 10 в 3 и 10 в 4 картинка выглядит вот так на самом деле как надо рисовать пропорции то есть чем больше рейнольдс тем уже толщина пограничного слоя да но это обсуждали и здесь конечно уже можно различить 1 3 2 века здесь каша состоящая из вихрей разных размеров называемая турбулентностью вот здесь происходит турбулентность это таблица частности объяснить нам почему сила сопротивления то что в конечном счете если у меня сила сопротивления здесь я умножу на скорость я получу мощность которую я трачу если я толкаю свое тело сквозь жидкость и хочется спросить куда девается эта мощность то есть энергия в качественную единицу время она сжигается в турбулентности за забор так сказать за тормой вот и и в четверг мы с вами опишем это явление поймем как это происходит и как турбулентность это все делаем на самом деле на 2 на 10 в 5 происходит очень интересное явление которое заключается в том что уже не только след но и сам пограничный слой внутри начинает становиться турбулентным в этот момент происходит совершенно удивительное вещь значит давайте я это нарисую здесь вот я смотрю небольшие цели для футбола тем не менее я скажу пару слов потому что эта вещь на самом деле очень интересная вот оно у меня вышло и довольно долго почти не меняется аж до 2 на 10 в 5 это для футбольного мяча это примерно 30 метров в секунду вот 32 вот значит и в этот момент резко в несколько раз падает сила сопротивления достигая своего абсолютного минимума она никогда ни до ни после не является такой маленькой это момент когда пограничный слой турболизовался эффект этого совершенно неожиданно простите он отрывается позже след становится меньше толщина следа это грубо говоря сила сопротивления так можно забивать мяч через голову вратаря чтобы мячик так вот летел 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 и в какой-то момент его скорость как раз была такая соответствующая этому ремену тут у него все сопротивление резко возрастает потому что дальше она выходит вот сюда вот и он ныряет за голову вратаря ну все нас выгоняют с такой скоростью а с такой скоростью 30 метров в секунду это не очень большая скорость по-моему это максимальная скорость 150 метров в секунду так надо его вот так вращать да хорошо вы его еще завращать тогда вы добавите баг настоящие это самая мастера его делают вот такое вращение и при этом а куда в мяч то надо помечить какую точку помечу надо помечить чуть чуть выше центра все 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 все